Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Руслан Хубиев, и сегодня мы сделаем распаковку кальксу. Па-ра-па-ра-па-па-па-чу-пэ-о! Но сегодня у нас, как обычно, много разных оригинальных изданий и различных классных книжек. Поэтому начнём с очень странных дизайнерских решений Marvel. Первый комикс. На сегодня это... Комикс? Golden Age Marvel. Так как это ASMR-оспаковка, давайте я его вскрою. Ага... В данном ловникусе собраны 11 выпусков Marvel Mystery Comics. По сути, данный сборник это продолжение первого дома, которого вы могли видеть на моем канале. Сейчас в Marvel все Golden Age делают с позолоченным корешком. Второй дом не исключение. Давайте же откроем и посмотрим, как выглядит книга без суперобложки. А, вот суперобложка. Книга выглядит не очень, но есть логотип Дайвли, что довольно интересно. Здесь вы найдете выпуски про Немора, про оригинального Человека-факела, про Ангела, довольно интересного персонажа Торика, и про Вижена, но другого Вижена. А также здесь вы увидите Тора. Но я не уверен, по-моему, я не уверен. Вроде он здесь был. Кому брать данный сборник? Тем, кто хочет собирать классику золота в Омниках, потому что Золотой Векма сейчас покрывается довольно тихо. И они даже придали, пускай хреновое, но все-таки похожее оформление. И теперь вы можете отвести целую полку непосредственно под Омники Золотого Века, что довольно неплохо, и что, на мой взгляд, довольно, довольно интересно. Колтон Эйндж Марвелл Корнилс, Том 2. Большое количество, разумеется, разных авторов-художников. Кирби, Гилл, Саймон, Эверд, естественно. Что? Извините. Извините. Соседи жалуют, что на громко разговаривают. Здесь вся команда в споре. Вся команда Золотого Века. Вот так делают, я не знаю. Колтон Эйндж Марвелл Корнилс, Том 2. Дальше. Вэр и его раздебрал. Простой-то. Субтитры сделал DimaTorzok Расти барахом это вещь, которую я хотел взять довольно давно, потому что я очень сильно и очень-очень-очень о ней наслышан Это крайне интересное произведение Уэра, которое, как и многие другие его произведения, крайне интересно заигрывать с тобой как с читателем В плане интерактивности, в плане подачи и так далее Если вы загуглите список Уэра, вы найдёте крайне большое количество интересных произведений, которые он сделал И в целом его подход это подход человека, который любит разные новшества Я не читал ещё раз тебя, но я очень-очень хотел это сделать Я был крайне сильно наслышан про This World Поэтому я крайне был рад увидеть данную Данную книгу за 10 долларов или 15 долларов Тут же я её взял и сразу же купил Что сегодня? В данной книге тканевый перешок, как можете услышать И в целом она сделана довольно качественно Как в плане бумаги, так и в плане того, как книга держится Послушайте Трищит на сладко Я рад, что наконец-таки мне доведёт про честь Расти Брауна И я хочу это сделать как можно скорее Но не сейчас Сейчас у нас ASMR-неспаковка Так же A Man of Proud Аарона и Гарни Ещё одна книжка, которую я взял, чтобы почитать Так как я хорошо отношусь как к Аарону, так и к Гарни А у первого так практически, в принципе, всё читал Я решил познакомиться наконец-таки с Man of Proud Это опять же такое краймо-военно-мускулинно-жестокая штука О которой я был наслышан Но которую я, к сожалению, к своему стыду не читал Я сейчас при вас её открою и покажу Если вам интересно, конечно Это очень сложно Тонкий, хард, величного формата Давайте откроем в первый раз ее Размяли с одной С другой стороны Грубовато, но ничего страшного Вот так вот выглядит книжечка Вот так вот выглядит комикс Край Насколько я знаю, это нитка По-моему, 4 или 5 выпусков Или серия ланшоток Опять же, не помню Наслышан только по названию И о жанре В целом, почти все книги, которые я сегодня вам здесь покажу Они были из моей коллективки С Черной Пятницы Где я заказал Разные книги, которые я не читал Альтернативы в основном И это вот они Прикиньте Дальше По-моему, не показывают Не так давно Начали выходить Вот такие вот Такие вот интересные припликации изданий Издания, в которых содержится Астерикс Абиликс Астерикс Абиликс Вот они вот такие Издания крайне интересные Крайне классные Опять же, но Вроде как Опять же, даже не но Многие говорят Что, извините Секундочку Сейчас Многие говорят Что эти издания Их оценили в Европе И что в целом Они неплохие В плане перевода Их оценили в Европе Их оценили в Европе Их оценили в Европе Сейчас Я вам тоже хрустну Те, у кого не работает Про-про-правый Или какой-то наушник Мужики в бане Секундочку Эх, показалось Да, они не моются В общем и целом Если вы любите собирать Классику И у вас уже Есть Кельвина Хоббс У вас уже есть Другая классика То Астерикс Абиликс Это один из Хороших вариантов Ознакомиться С вами прекрасных Произведений Потому что Говорят Дети, зеркала души Или вино, зеркало души Неважно Дети, вино, зеркало души И это как бы считается Детский комикс На самом деле Это комикс Правдивый Он про жизнь Он про нас Он про всех нас Читая его Читая его Вы ознакомитесь с тем Как была устроена жизнь Последняя книга На сегодня Это Черная магия Тайно доступная Вам Вскрываем Дети Это был процесс Инициации Он же освобождение Духовного А не духовное То есть Книжки Перед нами Произведение Грэггер Акин и Никол Скотт Под названием Черная магия Это произведение Очень Неплохое Оно Во-первых Оно Классное Во-вторых Оно Очень Здоровское И в-третьих В нем Довольно много Плюсов И книжка Черная Как магия Что указано В титул Нике На обложке Сзади Что-то написано Но очень Неразборчиво Если открыть книгу Вы услышите Характерный Хруст Это означает Что книга Готова к действию Лучше И сзади Похрустить Слиплась Эта история Рассказывает нам Девушку Полицейскую Которая Так или иначе Помимо всего прочего Замешана В ведьмины Ведьминские Делишки О Глиссе Простите Лессе А с утра Пил Глиссе У этого Оверсейд Делюкс Есть Глиссе Что очень Интересно И здорово Потому что Я часто забываю В принципе И Это первая Книга теней Крайне мрачный В плане Калоринга Комикс Воссказывающий Нам про Магию Полицейских И Пересечения Происходящие У магии И полицейских Смотрите Пока Блоки Страниц Не оваливаются Что Все хорошо Все хорошо К сожалению Данная серия Была На хиатусе И Находится На хиатусе И Продолжение Следующей арки Мы увидим Скорее всего Не скоро А очень хочется Продолжение Следующей арки Просто Следующей арки Но имейте ввиду Что Грэг Рак И Николас Кот Вместе Занимались Над Такой Замечательной Серией Мы даже Ее обсуждали В рамках Наших подкастов Расскаж На этом Все Спасибо большое Что Спасибо большое Что Слушали меня Потому что Это было сложно На мой взгляд Даже Невозможно Но вы это сделали Спасибо Меня зовут Руслан Хуби Если Если Данный ролик Наберет 20 тысяч лайков Это станет Регулярной Еженедельной Рубрикой Пожалуйста Опомнитесь Не надо Спасибо еще раз Что смотрели Подписывайтесь на канал Пожалуйста Если вы Увидели этот ролик Впервые И думаете И думаете Что так всегда Посмотрите Другие К сожалению Я вас Разочарую А так же Если хотите Поддержать Меня Финансово Я буду Не против Спасибо Патреон Срочка В описании Или Ютуб Спонсорство Тоже Сойдет Спасибо Что смотрели Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Но немного Не хочу Повторять Этот Ролик У меня Булькнул Живот Или У тебя Булькнул Живот Неважно Спасибо Что подписали Спасибо Что посмотрели Всех благ Ну Вроде Все Отдельное Спасибо Следующим Замечательным Чудеснейшим Людям А именно Дмитрию Безуглому Никите Казимирскому Владимиру Коплюкову Незе Олли Полякову Александру Крылову Левиафану 941 Игорю Нестеренко Антону Бордукову Владимиру Волукарду Данилову Некро Фаго Эрику Крапивину Алла Стору Ван Блейзу Никите Карику Кариму Григорию Фарафонову Юрию Лукашевичу Диане Лагун И Мулен За поддержку канала на сервисе Патреон